Добрый день, дамы и господа! Сегодня по плану я воспользуюсь полезными комментариями, которые мне оставляют внимательные люди, и я думаю, что это нам очень сильно поможет в развитии. Поехали! Ну давайте начнем с комментариев. Значит, как минимум я пропустил тот момент, что к господину на свалку нужно приходить ночью. Пока что я не очень понял, как это реализовать, но скорее всего нам просто нужно выпить энергетик, чтобы не хотеть спать, да, и не потерять живучесть, и, соответственно, ночью оказаться там, поговорить с ним, посмотреть, что там будет происходить, и уже исходя из этого двигаться дальше. Также мне подсказали, что я могу поднять уровень торговли, да, уровень доверия с Сергеем, который, соответственно, нам будет продавать пластик. Также это можно будет делать с Бобом на свалке, но у Боба это будет все-таки... Нет, подожди, Боб это не на свалке, да? Ну да ладно, у Боба это все равно будет дороже, и это будет не очень удобно. Значит, сейчас, как минимум, нам нужно заняться делами домашними, мне нужно что-то поесть, и также мне было сказано, что давай-ка, дружище, уже сверстаком что-то сделаем, потому что, ну, неудобно здесь это все у тебя располагается, и я полностью согласен, на самом деле, потому что надо как-то этот момент исправить. Давайте съедим, как раз у нас есть банка замечательная. Полностью с этим согласен, и я думаю, что начнем мы прямо сейчас. А я бы хотел бы его отсюда забрать, черт возьми, но я почему-то не могу его забрать, наверное, потому что внутри лежат вот эти вот ресурсы, я так спешу предположить. Да, это действительно так. Верстак у нас переезжает, также нам нужно взять вот этот будет ящик и все туда перенести. Но на самом деле, у меня есть идея другая. Я сейчас сделаю следующее, я хочу сделать стеллажи. Я не очень уверен в том, что эти стеллажи нам помогут, да? Блин, слушайте, а мне надо лампочки. А у меня есть еще лампочки, можно вот такой вопрос вам задать? Вообще, наверное, должны быть. Да, они у меня есть, давайте мы сейчас разместим, у меня же нихрена не растет тут, я совсем про это забыл. И это мой косяк. Вода как бы тратилась, но при этом роста как бы не наблюдалось. Давайте разместим раз-два, и разместим, соответственно, три. Ну, хоть какой-то свет будет, понятно, что в идеале, конечно, нам все-таки с вами придумать что-то другое. Значит, у нас здесь будет находиться замечательный верстак. И сейчас мы на этом замечательном верстаке, после того, как положим сюда обратно все ресурсы, посмотрим, что можно сделать по поводу стеллажа. По поводу стеллажа, я его где-то здесь видел, он находится не тут у нас, он находится... Блин, где-то он у нас находился, да? Где-то он находился, но я что-то найти его не могу. Может быть, он где-то здесь... Вот, полка мастерской маленькая, полка мастерской большая. Делается за шесть металлов. В принципе, не очень-то и дешево, по-хорошему, но... Я думаю, что я хочу подобную историю создать и поставить где-нибудь здесь. Ну, вот, например, вот сюда я хочу поставить, да? Ну-ка и покажи мне, сколько у тебя вместимость. Ну-ка. Что я могу сделать? Осмотреть. Так. Я не хочу осматривать. Идеально подходит для складирования вещей в бункере. Ну. Так, а я хочу сюда что-нибудь положить. Подожди, или что происходит нахрен? Не могу положить. Вы что, вы угораете, что ли? Взять. Нет, мне взять не надо. Взять мне надо вот это, потому что лампочка здесь явно не на месте. Так, слушайте, я пока что немножечко расстроен, если честно. Не очень понимаю, что происходит со стеллажом. Но я бы хотел на него что-нибудь класть, и, к сожалению, у меня это не получается. Вот это прикольно. А почему так происходит? Кто мне подскажет? Ну-ка, подожди, я что-то не понял. Ну. Стеллаж, полка. Давайте еще раз смотреть. Идеально подходит для складирования вещей в бункере. Ну так и что? А в чем проблема-то? Почему я не могу его использовать-то? Кто мне подскажет? Осмотреть. Ну я понял, что это такое. Хорошо. Как мне теперь что-то сложить? Явно я не могу этого сделать, да? Блин, вот это грустно, кстати. Это грустно. И мне надо что-то с этим делать. Что у меня в кармане? У меня здесь не хватает места для железа. И мне не хватает места для железа, да? А здесь у нас тоже места не хватает. То есть мне как бы сейчас это не перенести. Слушайте, я очень сильно расстроен по этому поводу. Наверное, вы мне расскажете, что не так. Но пока что я не понимаю. Слушайте, ну еще потыкал немного, и что-то ничего не произошло. Давайте попробуем как-то переместить что-то. Вот это вот очень мало весит. Но мне сейчас придется какой-то фигней страдать. Вот это как минимум можно вот сюда положить. Это я точно знаю. Мне просто надо забрать вот эти вот предметы отсюда, да? По-хорошему. По-хорошему я не могу сейчас этого сделать. Блин, страдаю вот фигней реально. Ну ладно, давай положим вот это сюда, вот это возьмем. Ну серьезно, не хватает? А вот так? Может быть вот так я могу? Я просто думаю, что надо это сюда скинуть. В печку, соответственно, да? Зачем мне это в кармане? И просто расплавить. И таким образом это поможет нам ящик перенести. Хрень какая-то получается. Блин, скрафтил себе наконец-то этот гребаный стеллаж. А он мне говорит, иди нахрен. Ну ладно, я тогда сюда сложу все. Мне в принципе пока что не так важно. Главное, чтобы это было рядом. Ну, макулатуру надо будет, конечно, выкидывать. Не знаю. Вот эти вот пропуска тоже хранить. Как бы макулатуру я имею ввиду в виде всяких писем непонятную тоже куда-то девать. Ну короче, идея в любом случае разместить все в одном месте, она хорошая. Как ни крути. И нам нужно это осуществить. Сейчас мне придется все это барахло собрать и ящик, соответственно, подвинуть. Слушайте, а кактус оказывается можно кушать. Блин, я спать опять хочу. Да ты достал меня. Ну ладно, я по крайней мере здесь что-то передвинул. Здесь грядки, здесь свет есть. Сейчас пойдем откисать. К сожалению, не очень эффективный получился день. Что-то со стеллажом я расстроен. Вот эти лампочки, они здесь явно лишние. Что у нас по еде? У нас есть теперь вот это мясо. У нас есть много морковки. И, по-моему, из этого всего мы можем с вами сварганить супец. Давайте, наверное, сварганим тогда получается. Жареная индейка. Погоди, не можем сварганить бигас, потому что нужна капуста. А капусты у меня, по-моему, нету. Нет, у меня есть капуста. Давай тогда замутим бигаса. Парочку желательно, если такая возможность имеется. Да, два можем сделать. Давай приготовим. Надеюсь, что сейчас в обморок не грохнешься. Это будет очень печально в данной ситуации. Нет, вроде успеваем как бы выжить. В данном случае. Давайте скидывать тогда все обратно к чертовой матери. Бигас я тогда возьму, раз он не помещается. Ну, кактус можно сожрать. А может быть, с ним можно что-то другое делать. В общем, я пошел вздремну. Вот гребаный стеллаж не дает мне покоя. А какого хрена, блин? Какого хрена это происходит? Ну, почему я не могу сюда ничего положить? Ну, это же ненормально. Вы не считаете так? Ладно, я тебя понял. Древесина разделить. Дай мне одну древесину. Я пойду железо себе сделаю. Нам надо как-то с пластиком разруливаться. Я надеюсь, что у нас получится сейчас это сделать. Это переплавляется. А здесь у меня еда. Это нормально. Мне надо тогда скинуть воду, получается. И, наверное, я бы хотел бы... Блин, грибы скоро испортятся. А почему они у меня здесь? Они не поместились, да? Вот сюда. Правильно же я помню? Ну да, здесь максимальный стак. Ладно, пускай лежит. Бигас пока что употреблять не хочу. Блин, короче, мне нужен еще один холодильник. Походу, это вообще дичь какая-то получается. Ну-ка, если вот это съесть. Ничего не происходит со мной плохого. Короче, будем пользоваться энергетиком, походу. Ночью куда-то пойдем. Значит, какой вариант у нас есть? Нет, подожди. Давай-ка вот сюда сначала. Мы поторгуем с тобой вот с этим. Попробуем. Ему надо, например, дерево, да? Либо железо, либо землю. Земля, кстати, тема нормальная. Ну, а грядки из чего я буду делать? Да, либо что-то у него покупать. Вот это что такое? Это 10 древесины за 20 долларов. Ну, это дохрена. Можно брать металл, но какой смысл, если я металл могу и сам как бы, да, замутить? Вот электронику и пластик я не могу брать. Почему не могу купить? А, это продать. Купить я могу, да, наверное? Но попозже. Продать пластик я не хочу. Ткань тоже такое себе. Так, слушайте, а что у нас получается по крафту вот здесь еще? Здесь у нас что-то было интересно, если мне память не изменяет. Где у меня был рюкзак? Мне показалось, или я его видел? Или я его сделал? Я что-то, ребятки, я вам скажу, память вообще отшибла у меня. Нет, рюкзака у меня нету, и где-то он должен здесь быть. Ну, нахрен мне радио. Здесь у нас какое-то барахло. Гребаный вот этот стеллаж, который мне теперь покоя не дает. Вот он рюкзак. Нам нужно 5 тканей. На данный момент мы сколько тканей имеем? Давайте смотреть. У меня есть вот это и вот это. Сейчас мы посмотрим, что с этим можно сделать. Вот это фольга, а вот это у нас на 5 тканей. Давайте-ка замутим рюкзак. Рюкзак готов. Давай его засовывать на место. Вот сюда получается. 160 стало. Ну, все равно приятно, да, что мы можем больше переносить. Слушайте, мне подсказывает игра, что сейчас у нас как бы ночь. Давайте возьмем тогда с собой на всякий случай энергетик 1, да? Нет, какой съесть там? Можно разделить? Можно разделить-то, пожалуйста, каким-то образом волшебным. Спасибо большое. Что-то у меня сегодня игра подкидывает какие-то головоломки непонятные. В общем, вот сюда закидываем. Ну и пойдем на свалку, да, тогда получается. Выпить ли этот энергетик сейчас? Давай выпьем, чтобы он там не грохнулся нигде. Пойдем посмотрим, что там происходит, потому что мне надо понять, что творится. Я надеюсь, что мы с дядькой сейчас подружимся и что-то интересное нам это даст. Ну что, вот он действительно тут. Замечательно, у него собака. Спокойно, собакой не надо наезжать. Эй, кто там? Привет, я выживальщик, я свой. Меня Боб прислал. А, Боб, этот старый плут. Как у него там дела? Он ухаживает за шахтой, занимается шахтоведением, если так можно сказать. А почему бы и нет? Хорошо, что он не высовывается из шахты. Там он в безопасности от химиотрасс. Гула и волн, контролирующих разум. Так. Эм, ладно, Боб сказал, что ты ремонтируешь оружие. Я принес сломанный револьвер. Сможешь взглянуть? Давайте ему дадим. Я же вроде его принес. Да, я действительно его принес. Отдать. И давайте посмотрим, что будет. Да, конечно, но я хотел бы тебя попросить, как кое-чем взамен. Ну, конечно же. Помогу чем смогу, дружище? Как объяснить? Чтобы уберечься от всех этих волн, я решил защитить свою лачугу. И от индивидуальной защиты тоже бы не отказался. То есть ты хочешь, чтобы я... Ну, это же волны. Так что принеси мне фольги, чтобы хоть на лачугу хватило. А, ну да, фольга. Универсальная защита от контроля разума. Я, как я не догадался. Супер, ты врубился. И сколько тебе фольги надо? Отлично, спасибо, до встречи. Что, блин, за гул? Ну, действительно, непонятно. Вот он Джо, теперь можно с ним торговать. Принести Джо одну фольгу. Слушайте, ну, дружище, ты бы раньше сказал, я бы сразу бы захватил. Я снова здесь, и я принес гребаную фольгу. Ну, так чего? Будешь забирать? Тогда забирай. Ну, и что ты скажешь? Привет, Джо, я принес фольгу. О, какая блестящая. Спасибо, надеюсь, теперь я смогу сосредоточиться. Кстати, я починил твой револьвер, он теперь совсем как новенький. Но если агентство о нем спросит, я не при делах. Сейчас я занят, но не забывай заходить в гости. Итак, у нас есть револьвер. Не вопрос, спасибо, Джо. Что нам это дает? Давайте посмотрим, чем он торгует. Че, как, выживальщик? В последнее время тут совсем тухло. Так что я просто посиживаю. На следы самолетов пялюсь. Хорошо, это классно. Я просто хотел поторговать с тобой. Посмотреть, что у тебя есть. О, у меня теперь есть патроны даже. Вау. И патроны можно купить за доллар. Он, кстати, продает металл, и у него есть топор. Покупает он ножи, внимание, по 12 долларов. Это, кстати, приятно. Также кирку за 20. Слушайте, ну мы можем как бы как минимум заработать на этом бабла, я думаю. И нужно над этим, над всем как бы поработать. Потому что, ну, вы сами понимаете, что бабки нам сейчас нужны. Нам нужно, короче, выйти в пластик по-хорошему. Давайте посмотрим, пока у нас еще есть немножечко вариантов для выживания, так сказать. Что мы можем сейчас сделать? Вот у нас нож. Стоит он 2 металла. Металл у нас плавится, поэтому мы можем себе позволить. 5 ножей по 12. Сами понимаете, это не такая уж маленькая сумма. Поэтому давайте попробуем немножечко изготовить ножей. Только стоп, мне нужно, конечно же, поспать. Я готов. Я готов крафтить. Если у меня покушать, покушать есть. Это едим. Но суп может испортиться. Давайте откроем. Нет, погоди. Давай, мы с тобой не будем ничего открывать. Мы с тобой нож продолжим делать, если ты не против. Сейчас будем зарабатывать на этом бабло и улучшать. Блин, а почему создать? Почему не продолжить? То есть я ничего не сделал, по сути. Ну давайте вот так вот сделаем. Сколько это займет времени, я не знаю, но надеюсь, что не супер много. Кстати, у меня вот здесь еще один нож имеется, да? Правильно же я помню? Правильно. Ну давайте его оставим, потому что... Ну-ка, сейчас на паузу поставим. У меня нож сломался. Сломался от слова совсем. То есть я могу вот этот нож взять в руки, а вот этот нам просто-напросто продать. Нормальная тема. Давайте так и поступим. Так, дружище, на свалке. Сейчас мы к тебе подойдем, да? Блин, погоди. Ты что, уже ножи не хочешь покупать? Да ты что, угораешь надо мной? Что за жесть? То есть я сейчас не смогу продать. Вот он топливо продает. Блин, это круто, я вам скажу. Он хочет телефон теперь у меня купить. Пластика и электроника. Блин, это подстава. Короче, ладно. Я так понимаю, что периодически он меняет свои предпочтения. Да, так же, как и остальные персонажи, гребанная кровать, я тебя взял. Сорян, я хотел вздремнуть. У меня в планах вздремнуть, и я теперь кровать сюда не могу поставить. Ты что, дурачок, что ли, совсем? Поставь на место. Я хочу вздремнуть и, наверное, отправиться в шахту, потому что у нас еще есть неоткрытые уровни. Я вот, если честно, совсем не помню, проверял ли я все машины или не проверял. Сейчас будем проверять. Вообще, на самом деле, к моему великому сожалению, игра немножечко скатывается к тому, что нам приходится бегать и тупо крафтить, да, как бы. Потому что, ну, вот гриндить, грубо говоря, не очень прикольная штука. Может быть, соотношение ресурсов я бы сделал поменьше и соотношение денег, да, и тогда в этом плане можно было бы это гриндилово страшное убрать вообще, в принципе. Отказаться от него. Но у нас теперь более вместительный рюкзак. Я думаю, что тема нормальная. Отправляемся на третий уровень. Мы его, по-моему, исследовали совсем чуть-чуть, и там еще может быть много интересного. У меня есть кирка, у меня есть нож. Так, а здесь у нас что получается? Я, пожалуй, в руки нож возьму. Смотрим, здесь у нас вот это хорошо. Камень я возьму, соль, в принципе. Блин, соль, наверное, брать не буду. А, я забыл, я же не могу обратно положить. Вот это подстава получается. Ну, ладно, давайте тогда опускаться вниз и смотреть, что нас тут ждет. Я вот не помню, вот сюда мы, по-моему, ходили. Давайте еще вниз, потому что мы где-то здесь с вами не были. В какую сторону идти-то? Вот сюда. Так, гребаные мыши, они умирают, да? Или я здесь был? Я, если честно, запутался, вот честно вам скажу. И не помню, где я был, а где я не был. Мышей мы будем убивать. Ну, вот нахрена ты это делаешь? Я же нажал на мышь, что-то фигней ты какой-то страдаешь, дружище. Давай, кроши их, пожалуйста, чтобы мы не испытывали сейчас сложности с ними. Нам это не надо? Так, я здесь, по-моему, куртку поднял, да? Да, есть у меня такое подозрение, что это именно так. Давайте проверим на всякий случай. Да, здесь лежала куртка, я здесь убил мышей. Короче, нам нужно ниже. Ящик, смотрим, что здесь лежит. Вот это мне нравится. Вот это хорошо, вот это возьмем. Так, граната, нужна ли мне? Блин, железо много места занимает. Ладно, я возьму железо, сейчас надо будет. Так, и здесь получается все, да? Да, здесь некуда идти, то есть нам нужно вверх. Не понял. Вот это не понял. Ну, давайте поедем вверх. Я же точно осмотрел все проходы. Что-то я пропустил, возможно. Я не мог ничего пропустить. Слушайте, а может быть пропустил, не знаю. Сейчас попробуем мышей уработать и пойти посмотреть еще раз вот сюда. Почему у меня такое четкое ощущение, что я здесь был? Слушайте, а вот я не помню, я сюда, мне кажется, не спускался. Давай, мышь отваливай. Что-то здесь дохренища мышей. Мне бы падало с них хоть какое-то мясо, потому что, ну, бесполезные драки. Я их кучу выносливости потерял. Блин, промазал 10 раз по этим гребаным мышам. Здесь тоже мыши. Низкий уровень живучести. Спасибо большое, Кэп. Я как бы в курсе. Мне нужно пропуск найти, получается. А я его пока не наблюдаю. Здесь куча проходов. Ну, может быть, хоть здесь он есть. Здесь есть ящик. Открыть. Так, здесь есть металл, который я забрал, да, например. Слушайте, ну я что-то не наблюдаю здесь ни хрена пропуск. Я вообще не понимаю, что происходит. Ну, зашибись. Отлично погуляли. Держу в курсе. Потерял сознание. И я не понял, что-то, ребятки. 11 часов без сознания. Короче, вот эта вот тема с выживаемостью меня начинает поднакалять. Я боюсь, что просто затянется прохождение на 1000 часов, как бы. А я не хочу, чтобы так было. Мне хочется, чтобы мы смотрели какой-то контент и не собирали тупо ресурсы. Я не знаю, где пропуск искать. Вот в чем проблема. Самая большая сложность на данный момент. Надо, как минимум, сейчас подумать над этим еще. В принципе, здесь я ничего такого не увидел. Куда я не сходил? Ну да, это я понял. Хорошо. Хорошо, хотя я здесь очнулся. Ладно, мне, в общем, надо домой. Мне сейчас еще дядька придет, который будет проверки мне устраивать. Мне сказали, что на календаре можно, на самом деле, посмотреть точное время прихода. Это дядя, да? И давайте смотреть, где это здесь происходит. Так, почтальон пропал. Слушайте, а я не могу здесь посмотреть? Или где я должен посмотреть был? Вроде мне сказали на календаре. У меня нет электричества. Но электричества нет по понятным причинам. В принципе, вопросов я по этому поводу не имею. Здесь нужно просто разделить. Я могу две сразу засунуть, интересно, или не могу? Ну давайте это попробуем сделать. В любом случае нажимаем раз. И мне нужна древесина. Ну, а я что, не взял? А здесь еще железо. Железо положим вот сюда. Сюда положим мы что-то еще. Например, сталь расплавится. Да, вот это надо будет продавать. Топливо у нас что-то осталось вообще? Ну такое. Это, конечно же, надо сразу продать. Я, наверное, неправильно сделал, что не взял еще древесины. Одну единичку, потому что мне надо в печку ее засунуть. Давайте это сделаем. Короче, что-то меня расстраивает. Стеллаж расстраивает подземелья. Пока нихрена не понятно. Еще и растения надо поливать. Дел не в проворот. Еще и суп гребаный закончился. Ну вообще просто шик и блеск. Приготовить, конечно же. Так, морковный суп. Я не взял, хочешь сказать? Да что-то у меня сегодня мисклики. 15 морковок. А, воды нету. Все, ладно, ладно. Все нормально. Спокойно. Только спокойствие. Значит, нажимаем вот сюда, делаем суп и ждем дядю. Дядя скоро должен прийти. Вот это едим. Электричества не было. Я так понимаю, у нас продукты могли испортиться. И это печально, кстати. Мне постоянно нужно сюда подбрасывать что-то. И следить за этим обязательно. Потому что иначе ничего хорошего из этого не получится. У меня есть револьвер, у меня есть гранаты. Нахрен мне этот револьвер непонятно. Можем, конечно, на тачке куда-то поехать. Куда мне на ней ехать, я не знаю. Я без понятия. Стеллаж, может быть ты сейчас все-таки мне скажешь, что на тебя есть возможность складывать? Нет, слушайте, не могу. Давайте посмотрим, что там по торговле. А, по торговле. Понял, почтальона нет. Ну и что мне делать тогда? Получается, ничего я не сделаю. Надо ведра сделать, воду собирать, да, уже наконец-то вот сюда поставить, куда-то на задний двор. Как дядьку-то посмотреть? Ну-ка еще раз мне покажите. Агент. Да я понял, что агент. Или в журнале это делается? Ну-ка подожди. Блокнот. Авиакатастрофа, понятно, Бобу нужны очки, бла-бла-бла, пропуск, обратный отсчет. Нет, это все уже выполнено, ну тогда хрен его знает. Я пока что снял с себя все это барахло, вздремну немножко, потому что, ну о чем мне сейчас делать? Только восстанавливать выносливость и ждать дядю. Ну я думаю, что он 12 где-то приходит, нет? Нет, 12 он не приходит. Ну я не могу уходить, чертова возьми. Ладно, давай подумаем, что еще нам надо. Холодильник вообще напрашивается, судя по тому, что у нас тут ничего не помещается. Так, а улучшение комнаты в принципе могем. Надо ли нам это? Вообще, наверное, надо засунуть вот сюда в конце концов. Да, здесь я по-любому буду выращивать. Давайте попробуем засунуть, потому что я не вижу каких-то других вариантов для развития событий сейчас. У нас есть две штучки. Идем сюда и вот сюда жамкаем, да, соответственно. Говорим, что... Я не знаю, одну засунем пока, посмотрим. Улучшить. Так, а с чему я не мог улучшить? А, потому что надо три, да, то есть вот две. И мне нужно еще одну создать. Давайте тогда попробуем ее создать. У нас на это есть ресурсы. Древесина, стекло и почва. В принципе, это все фигня. Поэтому надо смело крафтить и комнату улучшать, чтобы у нас уже была с вами комната специально под растение. Возможно, здесь изменится потом тип грядок и так далее, но суть от этого не меняется. Давай улучшаем. О, и у нас стала вот такая вот комнатка замечательная. Я теперь так понимаю, что здесь будет все быстрее расти. И мы можем в принципе... А, нет, не можем. Больше улучшать нельзя. То есть это делается один раз, но по крайней мере понятно. Ну, а вот и гребаный агент. Наконец-то, дядька. Давай, заходи, не стесняйся. Блин, что с пропуском-то в шахту делать? Может, надо квест какой-то выполнить? Прийти к Джо в другой день. Мы к нему придем. Давай, прокрутим эту всю историю. Ты там побегаешь, посмотришь. Все, тебе нравится. И уйдешь отсюда нахрен, потому что мне суп надо приготовить. А ты мне тут не даешь заняться делом. Ну, что скажешь? Есть какие-то у тебя вопросы ко мне? Потребление нормальное, вопросов нету. Замечательно. Я хрен его знает, чем заняться. Пойти пособирать дерево. Ну, блин, я даже не могу посмотреть то, чем торгует сейчас из-за этого почтальона. А мне надо бы, потому что мы бы могли таким образом с вами подумать, что еще продать. Ну, короче, помним про этого дядю. И смотрим на ножи. Собирать ягоды не очень хочется. Дерево. Ну, давайте попробуем собрать немножечко дерево. Почему бы и нет? Короче, нафармил дерево. И я, получается, собрал еще ягод. Подумал, что, наверное, тема нормальная. Блин, да подожди-то. Давай смузи приготовим. Ты куда-то бежишь-то постоянно. Вот у меня ровно на три. Ни хрена себе. Ну, мне надо смузи в любом случае. Мне надо еще спать сегодня, нормально лечь. И по-хорошему еще к дядьке сходить, посмотреть, что там происходит. У него какое задание он мне дает. И что из этого я, исходя, могу получить. Вот это мы едим. Вот это мы кладем. И, наверное, прямиком сейчас бежим на свалку. Здоров, выживальщик. Как хорошо, что ты пришел. Привет, Джо, в чем дело? Пропал мой пес Чупакабра. Я с ума схожу. Он никогда не уходил далеко. Чупакабра воспитанный пес, он помогает мне сторожить свалку. Я не знаю, что произошло. Пожалуйста, помоги мне его найти. Я постараюсь. Напомню, как он выглядит. А, неужели ты его не помнишь? Мускулистая такая овчарка и глаза умненькие. Пожалуйста, верни его домой, если найдешь. Конечно, постараюсь помочь. Ну и на этом как бы все, да? Нет, говорить я с тобой не хочу. Так, если мы-то говорим проторговать. Вот. Он может купить у меня нож. И я, конечно же, его продам. Слушайте, блин, а это плохо, что у меня нет ножа. Ну ладно, я заработал хоть какую-то монету. Это уже приятно. Ну-ка, а что у тебя еще есть на продажу? Дай-ка посмотрю. Да гребаный ты этот диалог-то твой. Так, у меня есть металл, и у тебя есть еще какая-то фигня. Но это все нам не надо. Это все нам не надо. Тратить, конечно, пластик на эту историю я не буду. А вот металл использовать с деревом можно. Короче, я так понимаю, мне надо будет постоянно сюда подкидывать дров по-любому. Ну-ка, я успею, может быть, продать ему ножи. Блин, времени дохренища. Ладно, в следующий раз уже продадим. Короче, сегодня я ложусь спать. В любом случае. Я так подозреваю, что уровень на шахту другую может быть где-то в лесу, например. То есть сначала нам нужно отремонтировать, как вы понимаете, канатную дорогу в приоритете. А потом уже смотреть, что из этого получается. У нас на самом деле первый месяц прошел. Я не знаю, что это означает. Означает ли это вообще хоть что-то? То есть будет ли какой-то эффект от этого? Либо не эффект? Ну, в общем, что-то происходить явно будет по мере прохождения, да, и по мере истечения времени. Будем сейчас смотреть, что игра подкинет. В целом у нас план как бы есть, и мы его будем придерживаться, получается. Нам сейчас нужно подумать над канатной дорогой. Вот это, пожалуйста, употребить. Я так понимаю, что почтальон у нас появился. Давай посмотрим. Да, я правильно понимаю? Блин, почтальона до сих пор нету. Ты серьезно? А какое время его не будет? Еще сегодня его не будет. Это очень хреново. Давайте думать. Значит, фаза строительства. Ладно, 10 пластика нам надо. Сколько пластика мы имеем? Мы имеем с вами 4 пластика, и нам нужно где-то его купить. Блин, я не знаю. Я не знаю, как это сделать. Разбирать что-то дома, это достаточно опасно, да, как мы понимаем. И где этот гребаный пластик взять, я тоже не очень понимаю. Но, наверное, если я разберу компьютер, нам дадут как бы пластик. Но разбирать его, наверное, тоже не стоит, потому что дядька заметит. Давайте-ка посмотрим, что тут вообще говорят. Видите, вот это то, что должно быть у нас. Ну да, компьютер здесь есть, и его нельзя разбирать. Холодильник, раковина, в общем, все это здесь присутствует. Поэтому я не смогу ничего поделать, к сожалению. Так, ну хорошо. Давайте тогда план Б. Мы сейчас попробуем с вами собрать, наверное, каких-то ведер. Блин, гребаный почтальон, он все мне портит. Блин, а тут пластик надо. Пластик я не хочу тратить, получается. И что делать тогда? Получается, тогда буду собирать урожай. Давайте змею пожарим, а вот это сюда положим, да, потому что змеи там не очень много, и делается она только из змеи. Поэтому я не вижу смысла стесняться. Короче, куда идти? Что делать? Я не понимаю. Идти торговать вручную, да, получается? Получается, что так. Ну давай ножей схватим сейчас и посмотрим. Вот это все заберем. Один нож надо оставить, надо запомнить, чтобы я его не продал. Погнали к дяде. Где искать его собаку, тоже не ясно. Скорее всего, собака может быть, например, в лесу. А может быть и в шахте. А, погоди, этого же дяди здесь днем не бывает. Так, и что тогда получается? Я видел просто, что вот это подсвечивалось, или мне показалось? Короче, сегодня серия какая-то потерянная выходит. Вы уж извините, я стараюсь максимально, но ничего не выходит. Ладно, я погнал, короче, в лес. Походу, я пока сейчас буду собирать древесину или в шахту сгонять. А что я там еще найду интересного? Я уже ничего там не найду. У меня нет прохода, получается, да, никуда. Ловушки сделать приманкой, кого-то там приманить. Да, погнали на третий уровень. Вообще, мне надо, знаете, что сделать? Мне надо сделать вот так на всякий случай, а то мало ли, что там будет. Может, какой-нибудь волк у меня хоть будет в руке нож, так сказать, да? Вот у меня как раз он в руке. Я сейчас здесь что-нибудь пособираю и надеюсь, что в следующий день нам повезет. Ну, а вот и гребаный волк. Ну-ка, иди-ка сюда, дядька. Я сейчас, может, с тебя шкуру сниму. Было бы классно сейчас мне торгануть, как следует, на следующий день. Нет, дали мясо. Ну, тоже, на самом деле, неплохо с мясом. Не очень хорошо дела у нас. Тем не менее, хоть что-то. Хоть что-то бы с этого выручили. Конечно же, это минимальное количество. От возможного, я думаю, шкура все-таки была бы поинтереснее в этой ситуации, потому что это бабки. А здесь у нас как бы с вами по бабкам сейчас все не очень хорошо. И нам нужно торговать, нам нужно улучшать отношения. Не знаю, не знаю. Сейчас будем принимать какие-то решения. Блин, взял волк за задницу, укусил. Я его что-то упустил, не увидел просто-напросто. Ну, ладно, я тут вроде все дерево собрал. Надо собирать, а то потом же новое не появится, пока мы это не собрали. Ну, а какие у нас еще варианты? Так и будем делать. Так, погоди, а я вот сюда ходил? Или не ходил? Слушайте, погодите-ка, а я сюда не пошел? А почему я сюда не пошел? Потому что подумал, что здесь слишком опасно. Уровень 3-6. А вот это уже интересно. Погодите-ка, что у нас здесь есть? Я не вижу ничего совершенно. А вот здесь я вижу рычаг. А вот здесь я вижу ящик. А что-то еще я здесь вижу? Нет, я здесь больше нихрена не вижу. И здесь есть, наверное, какая-то тварина. А я пистолет не взял. Это гребаный черный волк, и он, к сожалению, не один. Не сдохну ли я здесь? Блин, нихрена у него здоровья. Нихрена себе. Вот это жестко. Ну-ка, подожди. Срочно, срочно надо что-то есть. Вот, есть. Быстрее. Останавливаем. И рубим волков. Периодически нажимаем кнопку есть, чтобы не пропала выносливость. Я думаю, что это отличный план. Надежный, как швейцарские часы. У меня сломался нож между делом. А что я с этого получил? Нихрена. Нихрена не получил. Две шкуры волка. Слушайте, ну нормальная тема. Нормальная тема. Почему я не ходил сюда раньше? Черт возьми. Вот это вот нормально вообще все выглядит. И теперь нам нужно починить гребаную железную дорогу. Железную дорогу, ну вы поняли. Короче, нам нужен рычаг, 20 металла и 10 пластика. Как вы понимаете, 10 пластика у меня уже, скорее всего, имеется. И это охренительные новости. Да, это было круто. Это было классно. Пока что я попытаюсь сейчас скинуть все так, как влезет. Я не буду запариваться. Вот это сюда, шкура никуда не влезает. Ножи, нахрен я их накрафтил. В принципе, в принципе, наверное, можно разобрать просто дерево. Рычаг мне пригодится. Вот этот бред мне тоже не нужен, да? Ну ладно, тогда дерево кладем обратно. Вот это разбираем. Блин, вот это надо продать, а гребаного почтальона нет. Ну смотрите, я могу, давайте как поступить, наверное. Я могу взять вот это, вот это, и положить это, соответственно, куда-нибудь, типа, в ящик наверху. Я все равно это продам. Так или иначе. Соответственно, мы помнить будем, что это там лежит, и я просто это сливаю. Пластика у нас здесь еще 4 имеется. Это отличные новости. Какого хрена меня там не было все это время? Я просто не понимаю. Рычаг пригодится, это продаем. Это можно скидывать сюда в общий стак, да? У меня здесь что-то уже имеется. Здесь у меня есть какой-то суп, который я, скорее всего, буду употреблять. У меня есть мясо, которое нахрен никуда не влезает. Вот это уже не очень хорошо. Мясо сюда скидывать нельзя. Да, мне, походу, срочно нужен холодильник. Что у меня здесь лежит? Здесь у меня что-то лежит. Вот это я могу, в принципе, съесть. Давайте положим сюда лучше мясо. Вот эти вот ягоды. Сейчас будем, походу, дремать. После чего отправимся с вами в лес и будем чинить дорогу. Так, ну-ка, напомните мне, сколько надо? 20 металла и 10 пластика. 20 металла нам, пожалуйста, разделите. Будьте так добры. 20 металла сюда. И 10 пластика с рычагом у меня с собой. Все, остальное все барахло. Ну, вот это можно скинуть. Я просто надеюсь, что там будет что-то дельное. Ну, блин, по-любому там должно быть что-то дельное. Все, вот это мы с вами сливаем. Блин, я забыл нож. У меня же нож сломался. Правильно же я понимаю? Ну-ка, давай проверять. Да, ножа нет вообще. Он полностью сломался. Хорошо, что я тот нож разобрал напоследок, да, и все-таки смог с этого что-то выиграть. Слушайте, или может быть не торопиться? Давайте лучше этот день поспим, чтобы была полная выносливость, и мы точно не пострадали. Есть вроде не особо хочется, но можно что-нибудь перекусить. Так, почтальон заработал, скорее всего. Это означает лишь только то, что надо срочно вот это все сливать. Сюда идем. Ну, так, смотрим. Охотница, пожалуйста, прикупи у меня вот эту вот историю торговать. Дядя, который в шахте, прикупи у меня, опачки, прикупи у меня вот эту историю, потому что это бабки. Это еще 55. Ну, и отношения мы пока что не забустили, конечно, но вот дом джетсов есть. Это что у нас такое? Картина. Классно. Лампа разбирается на стекло. Нету в этом смысла, лучше то, что разбирается на пластик, потому что с пластиком пока беда. Значит, все, в карманах ничего лишнего, покушать. Я думаю, что надо организовать прямо сейчас. И надо сейчас, знаете, что сделать? Надо закинуть полено в печку, потому что иначе у нас отключится электричество, пока я ушел. Это у нас что, это же дерево? Да, и у меня продукты в холодильнике испортятся, это будет фиаско. Пришла в голову такая идея, а не стоило ли мне пистолет брать, да? Вот, как вам такой вариант? А, чинить надо на уровне 3, да, получается? Пистолет взять, потому что мало ли там волк, я его бы застрелил ко хренам и не парился бы совершенно. Вот, вот это нам надо починить, да? Все у нас имеется. 10, 20 и, конечно же, черт возьми, гребаный рычаг. Почему я это не сделал раньше? Я так расстроен, что я потратил много времени. Ну ладно, мы пообщались, в принципе, с дядей. Надеюсь, что собаку я его тоже найду. Все, мы можем отправляться на уровень 4. Найти чупакабру в лесу появилась задача, кстати. И вы помните, что здесь еще есть крушение самолета. Так, я поставлю игру на паузу сейчас. И немножечко мы с вами изучим, что здесь вообще есть. Ну, здесь нет ни хрена. Здесь какие-то болота. Здесь есть проход наверх. Здесь есть табличка, кто здесь водится. А здесь тоже никого нет. Собрать ничего нельзя. То есть, в принципе, нужно идти только в лес. Давайте прочекаем вот это. Это то же самое? Да, это то же самое. Вот это что у нас? Это кабаны и волки. Это интересно. Но не настолько, насколько все-таки нас интересует собака и крушение самолета. Ага. Здесь у нас лежит полено. Понял. Принял. И здесь полено. И здесь два волка. Проход у нас где находится? В дальнюю... В следующую локацию. Волков надо убивать. А рубить нужен топор. А топор мы видели с вами, он продается. И дальше мы идти, к сожалению, не можем. Прикольно. Прикольно. Придется отправляться домой и покупать топор. Так, бабосики сюда. Какое-то письмо от Минитмена. Давайте смотреть. Что это такое за письмо? А что, на паузе не читается, что ли? Или что, как это работает? Да, не читается. Но можно снова на паузу поставить. Нельзя, да, типа? Ну, серьезно. Так это не работает? Ну, я же увидел сейчас, что там происходит. Ну, нахрен так делать? Читать. Так, и вот здесь поставить на паузу. Препреждение. Наша великолепная родина вырабатывает слишком мало электричества. Так что агентство начнет контролировать его потребление у населения. Имейте в виду, слишком активное использование электричества может показаться, черт возьми, подозрительным. Берегите себя. Слушайте, а что получается-то? Получается, что я не вижу, кто продает топор. Мне казалось, что я видел, но я нахрен не вижу. Вот продать его можно. Я могу продать, а купить я его не могу, к сожалению. И меня это расстраивает. Может быть, надо немножечко скипнуть эту историю, еще раз посмотреть. Вроде так срабатывало, нет? Нет, вот здесь что-то новое появилось. Здесь нет. Здесь тоже нет. Блин, да что же за фигня-то сегодня такая, я не понимаю. Вроде мы видели топор, да, когда крутили здесь, смотрели. Это что такое? Блюдо, простая кухня, поваренная книга за 40. Ну, прикольно. Вот он, вот он топор за 40, я лучше возьму его. А там никто макулатуру не хотел у меня приобрести, у меня тут накопилось 2 штучки, может посмотреть. Ребятки, давайте кто-нибудь заберите у меня эту дичь, мне это все не надо, надо ловушки делать, надо приманки покупать. Вот, вот этот вот дядька покупает столы и шкафы. Ну-ка подожди, стопэ, сейчас мы посмотрим, зря я сюда побежал. Никто макулатуру не хочет. Смотрим шкафы и столы. Вот он шкаф, делается он в принципе легко. Могу сделать 2 и продать. Продать, еще раз, за сколько? За 24. Вот они как бабки-то фармятся. Блин, плохо, что он опять наверх пошел, он сам периодически это делает. Почему нельзя просто посмотреть, что хотят продать или купить? Сделать ли вот это? Давайте попробуем сделать, я потом нажму кнопочку продолжить, сейчас нам приедет топор и мы должны все-таки побежать в лес. Топорик сюда, отлично, но я успел все-таки сделать, кстати, эти 2 шкафа. Вот они, 24, 48, забираем. Дом Нэнси, доверие. Короче, надо будет за это обузить и делать из металла с деревом, соответственно, как вы понимаете, в общем, что-то на продажу. Так, получается, что у нас? Есть топор теперь, да, его надо просто экипировать вместо кирки, насколько я правильно понимаю. И, наверное, я все-таки возьму пистолет. На крайняк, если я увижу какое-то серьезное сопротивление типа черных волков, я его засуну себе в инвентарь. А пока отправляюсь в лес. А что здесь нужно для ремонта? Давайте посмотрим, да, потому что непонятно же. Непонятно. 20 пластика, электроника и рычаг по классике. Я взял с собой, кстати, энергетик для того, чтобы смочь, соответственно, чуть попозже, если что, его употребить. А может быть, кстати, даже сейчас. Давайте вот так сделаем. У меня просто уже проблемы с сонливостью. Я не хочу сейчас их решать. Уезжая домой, я даже не пытался дремать. Сейчас наша задача сделать здесь по максимуму всего. Так, волки меня испугали. Подождите, не надо меня пугать. Здесь теперь один волк, там теперь их два. Ну, получается, что мне надо рубить. Мне надо рубить, конечно же, топором. Ну, и волки на меня будут сразу же нападать, сволочи такие. Но это обычные волки, и мне дали дерево, соответственно. Давай рубим их. А, топориком ты решил. Ну, в принципе, как вариант, конечно, но, наверное, не стоило на это тратить топор. У меня, в принципе, есть нож. Что-то мне упало или мне показалось? Ну-ка, покажите. Ни хрена не упало, да, я так понимаю. Надо того волка тоже убить, почему бы и нет. А здесь все равно разрубить пришлось, потому что иначе не выйти потом с локации. Ну, погнали в следующий уровень. Это у нас уровень 2. Сколько здесь будет этих уровней, я не понимаю пока что. Так, спокойно. Дайте мне шанс выжить. Гребаная мышь. Вот мышиное мясо. Вот в этой штучке обычно что-то лежит. Смотрим. Да, здесь еда, здесь приманка. Это нам надо. Так, это кто? Я так понимаю, что это охотница, да? Или что здесь у нас творится такое? Я не могу сюда подозайти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Крысы нападают. Вот это печально. Они меня немножко коснули. Но какое-то мясо мы с этого получили. Что здесь еще? Здесь проход закрыт. Но, в принципе, туда и не надо идти. Дайте-ка я на паузу поставлю. Мы сейчас еще раз локацию изучим. Да, и, соответственно, нам туда. А здесь... Нет, я могу взаимодействовать, использовать. Ну и чего? И что будет? Я зашел. Надеюсь, меня никто здесь сейчас не сожрет. Ну, вроде никого нету. Вообще, это похоже на дом охотницы, я думал. Ну, давайте осмотрим. Вижу много еды. Нет, осмотреть мне не надо. О-о-о-о, ткань. Патроны. Дерево не весит немного. Камень берем. Пока что занимает... А вот это, если взять, сколько это занимает? Это занимает тоже очень мало. Слушайте, палеты же покупаются. Палеты покупаются. Я видел точно, это все надо нахрен отсюда забирать. Чашечки, тарелочки, кастрюльки. Я забираю просто все. Вот это я взять почему-то не могу. Так, суп я вижу. Давай возьмем. Суп, конечно же, взять. По-любому. Главное сейчас не сдохнуть от чего-нибудь. И все это не потерять. Так, все. Вроде ничего не могу больше взять, к сожалению. Но все равно приятно. Приятное такое похождение в лес у нас было сегодня. Это замечательно. Гребаные крысы заспаунились. Да что ты делаешь-то? Давай руби. Все? Нет, не все. Вот еще одна. Мясо выпало, тоже хорошо. Так, нам нужно тогда идти дальше, да, получается. Вот еще крысы. Крысы, на самом деле, это даже неплохо получается в каком-то смысле. Потому что мы с них можем лутануть мясца. А мясцо как бы нам нужно. Поэтому пускай оно падает. Все, мышей больше нет. Но я предлагаю пойти дальше. Очень это все опасно смотрится, конечно. Если что, у меня есть вариант поправить живучесть едой. Так, стопе, дружище, стопе, пауза. Давай опять же осматриваться. Я вижу там волка в той стороне. В этой стороне я вижу только проход. Это достаточно интересно. Куда идти, куда податься. Но волка я бы все-таки убил. Еще одна волчья шкура упала. Это меня радует. Это отлично. Но нам придется еще немножечко порубить. Потому что вариантов нету пройти, чтобы дальше. Нету никакой живности. Нет, живности нету. Да, вот это разрубим. Надеюсь, что меня сейчас не убьют. Ну или что там происходит, когда меня сжирают животные. Я не знаю. Надо успевать нажимать паузу. Сегодня хочу по максимуму залезть в лес. Так, пауза снова. Следующий уровень. Еще один волк. И все, да? Нет, вот еще один волк. Короче, очень много волков. В принципе, тема все равно нормальная. Это хоть какие-то бабки. Меня очень порадовала хижина. Поэтому идем убивать. Слушайте, ну я не знаю, что попробуем последний уровень на сегодня, да? Потому что я просто не вывезу, наверное, по выносливости. Хотя, может быть, и вывезу. Надо было еще энергетик зацепить, чтобы побольше залутать всего. Так, дружище, опять же, по классике стопе. Вижу пень. Не вижу препятствий. И вижу опасность вон там. И здесь что-то тоже имеется. Вот есть волк. Это черный или не черный? Вроде нет. Короче, здесь можно всего много залутать. Наверное, в опасную мы не пойдем с вами зону. Потому что это пока что непонятно, надо ли нам. Так как у меня много всего в карманах. И у меня, как бы, наверное, сейчас уже будет не хватать в скором времени выносливости и всего остального. Поэтому рисковать не стоит. Очень жалко, что я потратил много времени на чушь. Я виноват, каюсь. Но все же... Нам нужно, кстати, запомнить, что топор надо разобрать будет сейчас. Все же мы не без толку это все. Потратили время. Нашли вот пластик. Стекло, которое, в принципе, не очень нужно. И я насчитываю, что вот здесь тоже будет, да черт возьми, что-то нормальное. Ну, перья, приманка, все равно хорошо. В целом, неплохо залутались. Блин, хочется пойти туда. Ну, давайте попробуем. Итак, что мы имеем? Я поставил паузу на этом уровне. Я нашел собаку. Собака вот здесь. Она в гребаной клетке. И меня это не очень прям радует. Я употребляю вот эту вот историю. Дальше я перехожу вот сюда и говорю, дружище, мы будем стрелять с тобой. Мы будем с тобой стрелять и биться не на жизнь, а на смерть, потому что собаку надо спасать. Собаку надо спасать. И мне кажется, что здесь будет какая-то сволочь, которая нам помешает это сделать. Ну, не зря это все здесь так. Я вижу рычаг. И как вы помните, по классике у рычага все время случаются какие-то проблемы. Здесь есть волк. Пока что... Блин, стойте. Давайте... Я не могу уже ничего сделать. Тогда мы рубим их топором. Я не хочу на этих волков тратить патроны. Мне кажется, это бред. Смотрим дальше, кто выходит. Выходит опять же такой волк. Топор еще не очень красный. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Давай стрелять. Да, мы стреляем. Слушайте, ну что это за дамаг? Что это за дамаг? Меня сейчас сожрут таким образом. Этот дамаг просто ужасный. Я так понимаю, что я все патроны потратил раньше времени. Нет, он вроде что-то заряжает. Давайте смотреть. Может быть я топором их зарублю. Дружище, только не умирай, пожалуйста. Мы будем тебя восполнять сейчас по ходу еду. Давай-давай, последний удар. И быстрее вот сюда. Есть. Нажимаем. Нет, больше никто не выбегает. Больше никто не выбегает. И я собрал 6 волчьих шкур. Это куча денег. Открываем вот эту вот штуку. Смотрим, что здесь. Нет, я сказал открываем. И здесь куча всего интересного. Ножи, патроны. Я все это беру. Это все помещается. Я прям доволен с этим походом. Давай спасем собаку. Собака спасена, я так понимаю. Что-то сейчас должно произойти. Эй, Чупакабра, это ты. Так, это она. Действительно, ты прав. Это правда ты, приятель. Так ты ввязался в эту... Как ты ввязался в эту передрагу? Пора выбираться. Скулит. Ну и нахрена ты убежал? Я так понимаю, что он выбрался, да? Все. Наша задача теперь вернуться к Джо. И на данный момент я бы просто хотел бы отправиться домой. Потому что мы с вами проделали огромный путь и собрали кучу всего. Бабосики, сюда. Чуть-чуть отойди в сторонку. Еще раз на паузу. Можно ли вот так сделать? Да, на паузе можно вроде. Давайте торговать. Минитмен, нет, ты нам не нужен. Я хочу продавать волчьи шкуры. Причем прямо здесь сейчас. Больше ничего мы здесь продавать не хотим. Торговать. Дальше мы хотим с вами, получается, поговорить с кем-то из этих господ. А, блин, это купить можно было этот палет. А я думал, что его продать можно. Слушайте, ну это как минимум дерево. И это уже приятно. То есть, в принципе, больше мы ничем поторговать не сможем. Хотя нет, подожди. Я понял, в чем проблема. Если я кручу вниз. Да, вот стул я продам. Вот это торгуем. Да, если я кручу вниз, то и я у всех кручу вниз. Но все равно палет никто покупать не хочет. Здесь купить, в принципе, что-то можно. Но нам это не надо. Так, тебе все точно разобрались. Ты можешь купить кирку, топор и компьютер. Это не хотим продавать. Здесь у нас что-то по еде. Омлеты. Все, вроде мы совсем разобрались. Да, здесь мы будем делать мебель. Бабла появилась куча у нас. Возможно, стоит что-то купить. Нахрен запустилось время. Мне это пока не надо. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Здесь у нас есть вот такая вот штука. Это научиться добиваться более выгодных цен. Мне кажется, история прикольная. 179 баксов. И есть вот такая. Более высокой эффективности в бою. Что-то из этого купить точно надо. Правильное питание для граждан научен получать от еды максимальную пользу. То есть мы едим меньше, но получаем больше вот этой вот штукенции. И есть еще что-то. Научит выращивать растения быстрее, что тоже приятно. Короче, я вам скажу так. Вообще, в целом, получилось очень даже неплохо, мне кажется. На сегодня изначально я немножечко был расстроен, но потом я собрался, как вы поняли, и вроде что-то получилось. Сейчас я хотел бы скинуть все-таки лишнее барахло. Почему-то я одну шкуру не продал. Ну да ладно, это в принципе не так сейчас важно. Я скидываю... Нет, макулатуру не сюда. Вот это мы разберем. Чайник мы разберем. Это мы должны будем продать. Но это нахрен все не помещается, к сожалению. Так, а почему у меня здесь макулатура лежит? Или что? Или я в тот же ящик тыкнул? Да, извиняюсь. Извиняюсь, я был невнимателен. Чайник никуда не помещается. Чайник можно просто тогда разобрать на три металла. Мне чайник ни к чему. И я сейчас упаду нахрен в гребанный обморок. Нет, давай-ка, дружище, этого делать не будем. По пути мы заглянем вот сюда. Я кидаю эту тему. И отправляюсь, конечно же, спать. Ну что же, давайте, наверное, какой-то итог подведем. Наверное, серия опять же получилась чуть длиннее. Ну я и даже доволен этим. Потому что что нам тянуть? А мы с вами изучили лес по максимуму сейчас из возможного. И наша задача, наверное, все-таки нафармить бабла. Улучшать отношения. И, конечно же, починить в итоге, наверное, и следующий лес. Нам нужно до самолета добраться. Уверен, что там будет много всего интересного и вкусного. Но, в принципе, вот здесь можно увидеть, что рычаг, понятно, который имеется, 20 пластика и 10 электроники. Пока что вопрос по пластику. Будем его пытаться решить. Посмотрим, что скажет нам Джо за спасенную собаку. Будем приходить к нему ночью и, соответственно, смотреть. Ну и, может быть, что-то с пропуском тоже решится. Пока что, конечно, основная задача это делать что-то со строительством шахты. Непонятно, что такое авиагоризонт. Но, опять же, исходя из того, что он авиа, скорее всего, это все нас подталкивает пойти на авиакатастрофу и посмотреть, что там, в общем, интересного. Ну, как-то так. Будем двигаться дальше уже в следующей серии. Обязательно мне расскажите, что нахрен происходит с этим гребаным стеллажом. Потому что он меня прям выбесил. Я очень рассчитывал, что он нам поможет вмещать больше и, соответственно, занимать меньше места. Но, что-то не вышло. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И пока-пока.